Добрый день, уважаемые коллеги! Всем доброе утро! Я хотела поздравить и поблагодарить сегодня с началом прекрасной конференции. Это Республиканская научная конференция. И хотела бы поздравить всю Ассоциацию Белоруссии во главе, конечно, Сергея Алексеевича, Дмитрия Николаевича, Леонид Числавовича, Людмилу Федоровну, Ирину Михайловну за приглашение из Узбекистана, из Древней Бухары, из страны Авиценны для выступления с докладом именно с демографической безопасности в Республике Узбекистан о пути снижения материнских и перинатальных осложнений по Бухарской области. Ну, хочу свой доклад начать со слов Бальзака. Будущая нация, конечно, в руках наших матерей. И свой путь счастливые будущие мать и дитя должны начинать на судне, подготовленных к безопасному плаванию. Грани проблемы сегодняшнего дня – это сохранение негативных демографических тенденций, высокий уровень репродуктивного потенциала. Большинство беременностей у нас, наступившие в Узбекистане, любого возраста, часто бывают внезапные или непланированные. Очень высокая распространенность различных соматических, особенно после ковида, тромболитических осложнений, в том числе и у молодых, и нерожавших, и кормящих матерей. И, конечно, это высокая частота гинекологических заболеваний, в том числе репродуктивно значимых, требующих, конечно, предкровидарной подготовки. Ну, два слова хотела сказать о материнской смертности в мире, что сегодня количество беременностей в мире в год достигло 200 тысяч миллионов, и количество родов в мире, опять это в год, составляет 100 тысяч миллионов в год. И материнская смертность в год составляет 287 тысяч, это последние данные 2020 года нашего Академика Родзинского. И структура, и доля факторов, влияющих на уровень материнской смертности, конечно, это не только медицинские причины, это эпигенетика, это экология, это образование и законодательство. 21 век, конечно, в чем причина различных акушерских, перинатальных, материнских осложнений? Это, конечно, возраст матери. У нас в Узбекистане женщины 18-19, часто рожавшие, рожают более трех или пяти. Возраст матери сегодня у нас тоже уже увеличился. Если раньше первый дебют у нас был 17-18, сегодня уже 20-21. Тоже тяжелые различные соматические заболевания, постковидное особенность состояния, числа многоплотных беременностей с ЭКО. У нас уже с 2020 года был приказ о разрешении внедрения ЭКО. Частоты кейсеросечения с последующим аномалией расположения и прикреплений плаценты. И, конечно, распространенности ожирения. Все акушерские осложнения у нас, конечно же, рассматриваются как катастрофа. И персонал в каждом случае должен всегда безотлагательно быть информирован. И всегда у нас информируется этим руководителем. Причины акушерских перинатальных патологий у нас бывают не только материнские, и плодовые факторы, и сочетанные факторы. Наибольший процент материнских факторов составляет соматическая патология. А из плодовых факторов – это внутриутробное инфицирование, из материнских, опять же, преэкламсия, кровотечение во время беременности и во время родов, и антифосфолипидный синдром, отягощенные. Но всегда у нас часто бывают причины этих патологий – это сочетанные факторы. К акушерским и перинатальным осложнениям со стороны матери часто у нас бывают. Были случаи отслойка, предлежания, акушерские кровотечения. При экламсе у нас проценты не снижаются. А со стороны плода – это увеличился процент, конечно, синдром отставания роста плода, антинатальной гибели плода и аномалии. Но всем известно, что причины этих патологий мы еще не знаем, и мы считаем, что, конечно, перинатология – это всегда черный ящик. И что сегодня трактует современная медицина – это мы должны работать с прогнозом, с 4П, то есть с профилактикой, персонализацией и партнерством. То есть мы должны делать подход индивидуально к каждому больному. И сегодня мы должны, конечно, соблюдая наши национальные протоколы, вести каждую женщину с индивидуальным подходом. Но сегодня у нас в Республике Узбекистан обновляются ежегодно национальные протоколы. И мы хотим сегодня опять же сказать, помогают ли наши протоколы сегодня. Что у нас сегодня в Узбекистане и в нашей Бухарской области? Конечно же, рождаемость у нас растет. В год у нас, если раньше рождаемость у нас была 800-900, сегодня у нас в год рождаемость растет более миллионов. То есть в Бухарской области рождаемость тоже также нарастает. По сравнению 19, 20, 21 года у нас рождаемость увеличилась. Конечно, в связи с этим перинатальное осложнение тоже увеличивается. Из показателей перинатальной материнской смертности, период, конечно, 19-21 годов, тоже это был период ковида. Ну, сегодня у нас процент материнской смертности снизилась. Но по сравнению 19, 20, 21 года материнская смертность, как видите на данных слайдах, снижается. Это внедрение новых инновационных технологий. Но несмотря на снижение материнской смертности, у нас увеличился процент операций кейсерово-сечений. И сегодня по сравнению с 12 до 2021 года идет рост операций кейсерово-сечений по сравнению, конечно, своевременных или естественных родов. И сегодня у нас процент кейсерово-сечений тоже достиг более 35-40%. Но мы в своих исследованиях обследовали более 300 женщин с анамнезом различных гибели плода перинатальных, с признаками различных инфекций, с антифосфолипидными синдромами, тромбофилическими осложнениями. И выявилось, что основными причинами этих осложнений это были действительно нарушение маточного плацентарного кровотока, нарушение системы гемостаза у наших беременных, анемия процент, сегодня мы достигли снижению процента анемии до 56%, это дефициты витамина D. И хорошая трактовка и прогноз диагноза антифосфолипидного синдрома. Что мы внедрили в перинатологию? Из методов диагностики у нас сегодня объединился скрининг-репродукционный центр в перинатальных центрах. То есть улучшился скрининг по экспертному классу ультразвуковых исследований, по системе гемостаза, определение гомоцицина, витамина D, хотя мы это проводим не рутинно. Мы начали хорошо оценивать биоцинозы влагалища. И при диагностике причин осложнения у нас часто были выявлены изменения в системе гемостазграммы. И с клиническими признаками и плюс лабораторными тестами мы начали хорошо диагностировать антифосфолипидный синдром, врожденную тромбофилию. Генетические исследования мы начали проводить, определяя уровень антитромбина, протеина С, нарушение маточного кровотока. То есть причинами этих осложнений все-таки у нас превалировало носительство бактериальных герпес-вирусных инфекций, дисбиозы, регистроновая недостаточность и, конечно же, анемия. Причинами врожденных внутриутробных аномалий у нас также были 50%, как и в литературе, это неизвестные теологии, 25% это мультифакториальные, и малые проценты составляли хромосомные патологии. Одним из причин перинатальных осложнений, как мы выше сказали, это были антифосфолипидный синдром, который встречался не только у женщин, но и наших новорожденных на основе этих патологий был процент увеличения тяжелой преэклампсии и нарушения кровопрощения. И при механизме осложнения беременности, связанной с тромбофилией, в генезе этих был, конечно же, снижение глубины инфазии трофобласта, это плацентарная перфузия, что привело к увеличению процентов отслойки, критических состояний плода, преэклампсии и антинатальной гибели плода. Из частных материнских перинатальных осложнений также было выявлено преэклампсии, которое также у нас явилось высоким риском и развитием ранее начала преэклампсии. И во втором триместре возможно проявление клинических признаков преэклампсии или отсутствия клиники и начало боли привело также к различным осложнениям. И одним из патогенезов развития осложнений при плацентарной недостаточности это было, конечно, синдром отставания роста плода, гиперкликемические состояния, дефекты плаценты и поражение эндотелия. Ну, следующим маркером перинатальных потерь и антинатальной гибели плода это были определения околоплодных вод, чтобы нами тоже выявилось, что частые из них причин это были грязные воды. И причина отхождения околоплодных вод это были инфекции, атипические инфекции, скрытые инфекции, это все-таки ИПП, бактериальные вагинозы. И мы начали хорошо проводить тесты при помощи амнишура, показаний к антибиотикотерапии. Мы начинали с макролидов. И причин к инфицированию околоплодных вод это также были причины бактериального вагиноза, что привело к нарушению иммунной системы и нормальной микрофлоры. И причинами инфицирования околоплодных вод это были, конечно, восходящие инфекции, отеки ворсины и РДС-синдромы, интранатальные гипоксии плода. Также в наших случаях мы причинами различных осложнений, это был парадокс, то есть были во время беременности у женщин часто осложнялась угроза преждевременных родов, преждевременные роды, а в родах и послеродовом периоде парадоксом явилось это нарушение родовой деятельности, гипотонии матки, кровотечение. То есть мы во время беременности цель наша была уменьшить сократительную деятельность, а послеродов это увеличить сократительную деятельность матки. И основным причинам материнской летальности наш также был это кровотечение. И несмотря на внедрение всех механизмов и всех клинических протоколов, все-таки причинами кровотечения была недооценка объема кровопотери, запоздалый неадекватный немостаз, тактика инфузионная неверная терапия, нарушение этапности акушерской помощи. И в связи с этим у нас в залах, конечно, имелся перечень препаратов, которые необходимы для профилактики и лечения кровотечения, которые у нас есть. Я думаю, что не только во всем мире, и у нас в республике по внедрению протокола у нас тоже 5 пятерок действует при кровотечении. И, конечно, этим женщинам мы проводили профилактику венозных тромболических осложнений по внедренному протоколу для профилактики и во время беременности, и послеродовом периоде. И устраняли причин варикозов нижних конечностей и варикозов органов малого таза по внедренному протоколу нашей республики. А причинами перинатальных патологий все-таки у нас были у женщин, это опять же дефициты витамина D, полевой кислоты, хронические анимизации, анемичные женщины. И у половины женщин причин возникновения все-таки были и оставались невыясненными. Ну, нарушение фитоплацентарного комплекса у наших обследованных женщин с анемией, с преклоксией наслоением, конечно, выявилось у 78%. И в связи с этим у нас также была внедрена поэтапная, то есть это в первом, во втором и третьем триместре, и поуровневые, то есть скрининги и в перинатальных центрах, и специализированных тем для определения ранних осложнений. Ну, очень различные причины и риски, которые мы видим у наших женщин, это, конечно, предгравидарная подготовка. На фоне предгравидарной подготовки до зачатия, введения, значит, приема витамина D, железа и микроэлементов, мы имели положительное влияние на течение беременности. И в связи с этим у нас снизился процент при эклампсии, преждевременных родов, риска ожирения в период беременности и, конечно, во время беременности. И хотелось бы сказать, что да, мы должны подготовить этих женщин, как бы предгравидарная подготовка сегодня может снизить процент материнских и, конечно же, перинатальных осложнений. И для этого необходимо, конечно, повысить эффективность предгравидарной подготовки у нас в Узбекистане, что для уменьшения часто непланированных беременностей, проведение перинатального скрининга с использованием УЗИ технологии экспертного класса, определение биохимических маркеров, что, конечно, позволяет сегодня своевременно диагностировать различные осложнения и решить вопрос о телезообразности. И хочу закончить словами вверх, что все, что может пойти не так, все равно пойдет не так, но за профилактику надо платить, а за суть профилактики приходится всегда расплачиваться. Спасибо большое. Желаю всем личного благополучия и профессионального долголетия. Благодарю за внимание. Продолжение следует...